Полина Вашингтон, которая, кажется, просто нет равнодушна. Кто-то восхищается ей как художником, кто-то как личностью, кто-то, наоборот, недоволен и считает, что всё это фикция. По всей стране ставят клеймо «Как у Вашингтон» под фотографиями с цветным светом, а про Анастасию, Эльвиру или Марию Кенель-Черкасса не пошутил, только ленивые. Её любят и ненавидят, но о ней говорят. В чём секрет Полины, из чего состоит её творчество и как найти свой цвет, обсуждаем в этом интервью. Здравствуй, Полина! Спасибо, что приехала к нам. Привет! Расскажи, пожалуйста, для чего ты снимаешь? Мне кажется, это самый сложный вопрос, потому что если ты постоянно пытаешься ну как-то понять для себя, для чего ты это делаешь, то ты можешь уйти в какую-то другую сторону, в которую тебе вообще не нужно уходить. То есть ты начинаешь как будто больше грузиться тем, зачем это, кому это нужно и так далее. Это всё получается каким-то лишним грузом, как мне кажется. Поэтому я вообще в какой-то момент себе перестала спрашивать, зачем я это делаю, а стала обращаться к тому, что я хочу делать и разрешать себе это делать. То есть без какого-то типа зачем это нужно, для кого это нужно и так далее. Поэтому мне сложно ответить, зачем, но мне это нравится. Я не могу этого не делать и, наверное, поэтому и делаю. Есть цитаты, что, мол, путь к любви — это любовь к пути. И верно ли я понимаю, что ты не преследуешь какую-то цель, ты просто идёшь дорогой, которая тебе нравится? Да, мне очень нравится эта идея, вообще эта мысль. Потому что раньше, когда я ещё училась в университете, мне казалось, что ты должен двигаться к какой-то цели в фотографии, в творчестве и так далее. Должен чего-то достичь, и должны быть какие-то, не знаю, пунктики, маркеры. Допустим, своя выставка или своя книга. И вот если ты добираешься к этому, то ты себе ставишь галочку «я фотограф», «я творческая личность» и так далее. А потом в какой-то момент я поняла, что это всё лишнее, и надо просто делать. Вот что тебе в настоящий момент нравится, то ты и делаешь. И это и будет тебя развивать, это тебя будет куда-то двигать, ну, в каком-то направлении. А все лишние заморочки, типа зачем, почему, кому нужно, это лучше оставить. Ну, скажи, пожалуйста, всё равно, возможно, ты расставила какое-то количество галочек. И ты рада, что они есть? Или тебе уже сейчас безразлично? Ну, конечно, я рада, как некий опыт, да, это прикольно. Но не могу сказать, что они меня определяют, и мои какие-то ощущения себя там на своём месте или себя в фотографии. Скорее нет. Я себя чувствую на своём месте, когда вот я что-то делаю, то, что мне хочется, да, не то, что там нужно, там, и так далее. У меня просто был период какого-то загона, когда я думала, что вот мне нужно сделать выставку, и что вот это обязательный пункт в жизни каждого фотографа. Я ходила по всяким галереям, писала, там, ходила на какие-то портфолио-ревью, где слушала, что там мне нужно поменять фотографии. Мне рассказывали, что фотография должна быть более концептуальной, там, да, у меня она была такой более просто, не знаю, поэтичной, скажем так. Вот. И я всё это слушала, читала, грузилась, какой я должна быть, что мне нужно делать. И это стало таким грузом, таким давлением, что в какой-то момент я просто от всего этого открестилась, взяла какой-то перерыв, и потом уже начала по-другому, без попыток, там, какие-то себе поставить галочки. Хотя, да, это, безусловно, приятно, но это мне нравится, когда это происходит естественно, а не когда я, там, себя заставляю, что мне, там, нужно сделать какую-то выставку, выпустить книгу или ещё что-то, да, то есть добиться чего-то. А когда это как сопутствующий какой-то фактор твоего просто проявления в процессе. Скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, думала, что надо было сделать выставку, но при этом выставку делать не хотелось. Где вот эта грань между надо и хочется? Ну, скорее, да, было такое, что мне не очень хотелось, то есть в идеальном мире я представляла, что меня кто-то найдёт, какая-нибудь галерея, они скажут, вау, давайте мы всё сделаем, тра-та-та, но так, ну, не оказалось, и всё нужно было делать самой. И мне кажется, когда вот ты идёшь во что-то именно из какого-то вот этого ложного ощущения надо, ты понимаешь в процессе, ну, вот, что идёт какое-то сопротивление, что ты не получаешь удовольствия, да, что даже приблизившись к этой цели, а я потом в конечном итоге, ну, нашла вариант где-то выставиться, да, и это в целом было бы реально, но я сказала нет уже, то есть на финишной прямой, что, ну, это не моя история, я в неё просто не хочу идти, не хочу тратить на это энергию. Это такая тонкая, мне кажется, какая-то сонастройка с собой, когда ты вот понимаешь, действительно, нужно тебе это или не нужно. И даже если ты не очень понимаешь, нужно тебе или не нужно это всё, то в целом ты можешь принять любой опыт. Ты можешь как пойти в это из какого-то надо, да, и это будет тоже окей, да, ты сделаешь какие-то выводы из этого. А можешь как бы плюнуть на всё это и ничего не делать, это тоже будет опыт. То есть, ну, я стараюсь думать, что нет там хорошо, плохо там и так далее, да. А вот как ты выбираешь в моменте, если тебе это сейчас откликнулось, то можешь сделать, почему бы и нет. Я понимаю, что существую совсем в другой парадигме мышления, как, я думаю, часть наших зрителей. И вот эти вот маркеры, маячки, этапы, вехи, вот я привык существовать так. Это же, ну, система. Ну, да, и она понятна. Да, то есть ты учишься в школе, у тебя есть четверти года, и в итоге ты получаешь диплом и идёшь в университет. На работу там и так далее. Да, потом ты на работе, ты вот растёшь по этой лесенке и так далее. Помоги мне, я понимаю, что ты в состоянии вот такого потока, ты... Ну, типа. Ну, типа. Ещё говоря, в ресурсе. Давай попробуем разделить весь твой путь на какие-то этапы всё равно для понятности. Что это за этапы были и будут ли они какие-то? Ну, вот, например, как ты их рисуешь для себя? Давай сначала в прошлое, а потом в будущее. Про прошлое. Но если про прошлое, то, наверное, самый главный этап какой-то именно в контексте фотографии вот этого всего. Это было поступление в университет кино и телевидения на кинооператора. Я туда осознанно шла. То есть ещё пока я училась в школе, я поняла, что я хочу поступать туда. И я хотела туда поступать просто потому, что многие говорили, что там очень классная школа именно фотографий. Мне не особо было интересно кино на тот момент, операторство, но мне хотелось продолжать именно высшее образование, получать связанное с фотографией. И опций было, ну, на самом деле, немного. Были какие-то варианты по факультетам фотографии, но они в основном были связаны с химией, с проявкой, вот этим всем. И это, ну, не особо интересовало, хотелось какое-то творчество. И я решила, что хочу поступать на кинооператора, и это был такой первый какой-то вот этап, не знаю, пунктик, момент. Потому что не всё было так просто, и я вообще не с первого раза даже поступила. У меня была такая печальная немного история, которую я как раз рассказывала недавно в новом подкасте, который ещё не вышел, вот, именно про поступление. Я, поскольку из Великого Новгорода, я ездила в Питер на вступительные экзамены, и в Великом Новгороде у меня было такое ложное немножко ощущение, что я, ну, такой уже фотограф. Ну, потому что город был маленький, все, кто фотографировал, все друг друга знали, у меня там уже, ну, были, ну, не то что аудитория, но люди там какие-то меня знали, и мне казалось, что я классно фотографирую, я без проблем поступлю на бюджет, а у меня был вариант только на бюджет поступить. И я приехала, там, какую-то часть конкурса прошла, и вот почему история грустная? Потому что я до сих пор помню этот момент, как мы с папой ехали из Новгорода в Питер, потому что уже была дата второго, третьего этапа конкурса поступления. Мы едем, и в этот момент, вот когда мы в автобусе ещё, звонит мама и говорит, что меня нет в списках, кто прошёл на третий этап. И для меня это было такое первое ощутимое поражение в том, что мне нравилось, потому что у меня была иллюзия, что я классная, меня легко везде возьмут, я там творческая и так далее. Вот, а мне как бы говорят нет, я не понимаю, что мне дальше делать, как вообще с этой информацией контактировать, потому что не было вообще какой-то школы фотографий, где меня бы критиковали, или какого-то наставника, который бы мне говорил, вот это там плохо, это хорошо. Всё было очень интуитивно, и поэтому это был такой первый момент, когда я столкнулась с суровой реальностью фотографической. Её нужно было как-то принимать. Естественно, на первое время у меня было отрицание. Я ещё тогда помню, что мы приехали в Питер на автовокзал, тут же мы покупаем билеты обратно, и я сажусь и еду в Новгород, и как бы развожу руками. И долгое время я думала, ну вот меня не поняли, естественно, значит, это не моё и так далее. И вот здесь был такой интересный момент, когда нужно было выбрать, у тебя есть выбор. Ты либо забиваешь и ищешь какой-то другой путь, и я думаю, что это окей. Даже в контексте фотографии, даже если бы я забила, какой-то путь бы нашёлся, он был бы другим, но всё равно, если бы, не знаю, судьба или что-то ввела меня к фотографии, я бы как-то другими путями к этому вышла. Но я выбрала другой путь, который, как мне кажется, в целом во многом повлиял на моё какое-то отношение к фотографии в плане обучения и так далее. Я приняла для себя такую фундаментальную мысль, что я могу чего-то не знать. И приняв эту мысль, я уже поняла, что окей, я тогда иду учиться. Я пошла на подготовительные курсы, ходила на них год, полностью пересмотрела вообще своё видение фотографии, понимание фотографии, и на следующий год уже поступила на бюджет. Мне кажется, это классный был момент, который немножко меня осадил и дал мне возможности по-другому войти вообще, в принципе, в фотографию, начать как бы по-другому. И это, на самом деле, очень много мне какой-то пользы принесло, и в том числе обучение. Хотя обычно все всегда про высшее образование говорят, что это, ну, как бы бестолковая вещь. Я могла бы сказать, что какие-то устаревшие вещи мы делали и так далее. Но в плане какого-то фундамента, основ, которые вот в меня заложили, обнулив, скажем так, меня, это было очень круто, это мне, на самом деле, очень сильно помогло в этом фотографии. И, наверное, вот этот университетский опыт, он как раз был таким первым маркером вот этого столкновения со сложностями, столкновениями с какой-то реальностью, которая, может быть, не такой, как ты себе представляешь, и ты начинаешь на этом учиться. Скажи, пожалуйста, прежде чем мы продолжим дальше про этапы, сохранились ли у тебя те снимки, которые ты делала до подготовительных курсов, после подготовительных курсов и после университета? Да, я очень это люблю. Сможем мы их потом включить? Я думаю, да, некоторые нужно будет перефоткать, потому что мы всё печатали вручную с плёнки, и они у меня до сих пор где-то на балконе такой стопкой лежат, отпечатанные. Они есть, да, и там контраст заметный. Было бы интересно, но ведь правда это такие вехи развития. Ну да. Всегда можно по-разному как-то вот прийти к какому-то осознанию важному, даже что ты там не прав, что тебе нужно делать по-другому. И в этом плане у меня был мастер, он довольно мягко на самом деле направлял. Ну как-то не было такого, что вот ты ужасно снимаешь, тебе нужно всё это перечеркнуть. А всё было более мягким, он просто направлял какие-то, акцентировал внимание на какие-то нюансы, на что нужно обращать в целом внимание. И поэтому это движение было таким плавным, и по нему хотелось двигаться. Потому что всё-таки, когда тебе именно дают по носу, когда что-то жёсткое, то с этим сложнее справиться, потому что это эмоционально ещё на тебя очень сильно давит, ну какой-то груз. Когда же тебя просто подталкивают, мне кажется, что такое движение, оно более экологичное, более правильное, и в принципе я, ну мне кажется, что это более такая классная история для развития. Поэтому по носу, получается, по-разному можно всё-таки. Обидно было, когда не было в списках в первый раз? Очень. Просто безумно, и тут сразу и самооценка, и как бы ты вообще не понимаешь, что и как, и это ещё первый раз в жизни произошло. Поэтому, да, было безумно обидно и неприятно. Я рад, что у тебя получилось. Я тоже. Скажи, пожалуйста, итак, это первая веха, университет. Вторая, вот какой-нибудь мощный толчок, или дальше всё было плавно? Я думаю, что второй какой-то момент, он был скорее не про толчок, а такой момент, когда я поняла, что я очень сильно хочу всё-таки в фотографии и даже в видео, поскольку мы потом снимали и кино, и видео, хочу развивать что-то именно своё. Потому что в контексте университета, естественно, есть некая структура, есть некие привычные вещи, которые от тебя ожидают увидеть те же мастера на каждых там сдачах дипломов, видео, курсовых и так далее. И у меня в этот момент я заметила, что началось какое-то такое сопротивление вот именно каким-то классическим вещам. То есть у меня стали проявляться какие-то, как мне кажется, индивидуальные штуки в плоскости изображения. Я даже помню, как я приносила какие-то свои первые самые попытки сделать мультиэкспозицию на плёнку мастеру. Показывала, он говорил, да, это фигня, это никому не нужно. И то же самое было с видео, потому что мне потом в процессе обучения стало интересно, близко, я стала писать какие-то самые сценарии, придумывать что-то необычное, потому что обычно ты приходишь на защиту дипломов, операторский, режиссёрский, неважно. И очень похожая история о любви, страдании, что-то такое. А мне вот хотелось как-то что-то поинтереснее придумать. И я пыталась это делать, но я встречала как бы волну сопротивления среди мастеров. И это, мне кажется, тоже было таким моментом, который опять ты встаёшь на развилку, и ты можешь либо всё-таки продолжить гнуть свою линию и развивать что-то своё, либо посмотреть на это, сказать, ну да, наверное, это и правда никому не нужно, и пойти там в какую-то совершенно другую степь. И здесь тоже был довольно сложный выбор, потому что мнение мастеров всё-таки было важно, я к нему прислушивалась, но всё равно было вот это такое внутреннее сопределение, которое мне не давало сделать не так, как хочется. И я помню свою защиту диплома, я вообще снимала такой большой, ну не большой, а относительно большой краткометражный фильм. Тоже мы там вместе писали сценарии с ребятами, но я его не успевала доделать именно к диплому, поэтому защищалась курсовой работой, и она была такая специфическая документальное кино про художника, который рисовал довольно мрачные всякие картины, такой был мизантроп, одиночка, в общем, всё такое. И когда я защищалась от этой работы, я вот как раз тоже встретила вот такую большую волну сопротивления, мол, про таких людей неинтересно снимать кино, такие людей не нужны там и так далее. И это очень тоже сильно давило, потому что на это защитить диплома всем поставили пятёрки, кроме меня. Мне поставили показательно прямо четвёрку, потому что были недовольны выбором темы, причём это скорее даже не от мастеров шло, а всякие там завкафедры и прочее. Я помню, как ужасно себя чувствовала, что вот всем поставили пятёрки, просто всё что угодно сняли, у всех пять, а я стою, у меня четыре, потому что я сделала так, как хочу. И я, это тоже такой был сложный момент, как бы, неужели мне всю жизнь придётся сталкиваться с тем, что когда ты делаешь так, как хочешь, ну, люди как бы не очень этому рады. Скажи, пожалуйста, сейчас ты сильно зависима от чужого мнения? Нет. Мне кажется, вот с того момента было очень много всяких таких историй, в которых вот это шла проверка на прочность. Я объясню вопросом. Ты рассказываешь, я головой уже начинаю ощущать, как у меня вырабатывается кортизол, я начинаю сердиться. И вот это я не спросил в первый раз, когда ты рассказывала о том, что не поступило. Я, в принципе, привык, что я что-то делаю за счёт кортизола. Вот это, судя по всему, не твоя история, да? Ты не собираешься в стрессе, он тебя будто слегка ранит даже. Да, да. Скорее так. В целом, мне кажется, я такой очень эмоциональный человек. Всё-всё это проношу через себя, очень долго прорабатываю, смотрю на это и так далее, поэтому нет. Итак, второй этап. Публичная вот эта вот четвёрка и понимание того, что, судя по всему, жизнь не так хороша, как казалось. Ну, не то, что не хороша, там, кстати… Не так справедливо, может быть. Ну да, там, кстати, история закончилась довольно странно, потому что, когда я пришла получать диплом, я увидела, что стоит пятёрка. О. То есть, как бы, это была… Публичная порка белых. Публичная, да. Большой привет мы передаём, конечно, твоему университету, я думаю, и всей этой закостенелой системе. Особенно вы. Это… Мне кажется, я, не знаю, я стараюсь любой опыт воспринимать, как, значит, так нужно было. Значит, мне нужно было что-то осознать, на что-то нужно было обратить внимание, и без этого опыта не сложилось бы каких-то важных вещей в будущем. Поэтому, ну, окей, это случилось. Тогда было грустно, сейчас нормально. Понимаю. Итак, это второй этап. На каком этапе ты сейчас? Было ли что-то ещё между или… Ну, между было очень много всего, потому что и стили менялись, и отношение к фотографии менялось, и были моменты, когда я вот была совершенно уверена, что всё, я бросаю, потому что фотография очень долгое время не приносила вообще каких-то денег. И опять же у меня здесь был принципиальный момент, что я не хотела зарабатывать какой-то неинтересной мне коммерцией. Я буду ещё об этом спрашивать, пока давай продолжим в конве этапов. Опустим пока. Да. Если пока что ты сделал туда выпад, но мы ещё к этому вернёмся. Мне вот интересно, ты закончила университет, и вот ты ушла, например, на вольное хлеба. Какие там инсайты или понимания, что было, которые так или иначе влияли на тебя как на личность? Ну, после университета вообще было интересное время, потому что я вот вышла в это открытое поле, я не понимала, что делать, потому что я не хотела работать на телевидении, куда можно было пойти работать. Я не была таким, знаешь, человеком, который вот легко вписывается в какие-то компании, значит, в какие-то съёмки, там, клипы и так далее, потому что всё-таки вся эта киношная история, она про людей, про общение, про группы какие-то, да. Мне всё время с этим было тяжело, я даже курсовые всегда практически одна снимала, и ну, так сложилось. Вот, поэтому ни в видео я себя не видела, там, ни в телевидении, в фотографии тоже было непонятно, что делать, но мне кажется, как раз вот тогда фотография, в целом я снимала мультиэкспозиции на плёнку, и они стали, ну, как-то вызывать отклик у аудитории, то есть я в целом видела, что я делаю что-то, что интересно не только мне, и это как-то меня держало на плаву. Но что с этим делать, тоже не было вообще никакого понимания, и вот был какой-то долгий такой промежуток времени, когда я пыталась осознать вообще, что с этим делать, куда это направлять, и как вообще дальше жить в этом взрослом мире. Сейчас ты разобралась? Ну, если бы всё было так просто один раз разобраться, да, и всё, больше нет проблем, потому что ты разбираешься на каком-то этапе, потом у тебя открываются какие-то уже другие сложные вещи, нюансы, и ты уже начинаешь в них пытаться что-то осознать. И у меня это тоже произошло вот как раз буквально недавно, мне кажется, я пытаюсь это осознать. И куда дальше ты стремишься? Куда дальше? Какой следующий этап, может быть? Этап, мне кажется, поиск какого-то баланса, потому что у меня был, мне кажется, наверное, такой сумасшедший 21-й год, когда выступления, мастер-классы, куча съёмок, внимание и так далее, когда вот прям чувствуешь, что люди за тобой следят, что людям нравится, это такое как бум, не знаю. А мне нравится, что в этом водовороте я тоже поучаствовал, мне делали твою лекцию, я помню. Затянула. Вот. Но у всего этого, что, безусловно, было круто, да, было некое закулисье такого не всегда простого внутреннего состояния, потому что это чрезмерное внимание к тебе, для меня это давление какое-то в определённой степени, какие-то, может быть, тоже страхи облажаться, страхи всё это потерять и так далее. И у меня вот, наверное, год или полтора был что-то типа отдыха, но я не могу сказать, что прям отдыха, потому что я всё-таки продолжала снимать, продолжала что-то делать, но я немножко сбавила обороты, и мне очень понравилось это. И у меня есть два состояния, когда ты как белка в колесе, да, и ты что-то делаешь, и ты видишь в целом результаты, и есть состояние, когда ты сейчас более так расслаблен, у тебя другие темпы, другие результаты, и хочется найти какой-то баланс между этим, потому что обратно в гонку тоже не хочется, и тоже как бы особо на чиле постоянно быть не очень продуктивной иногда. Итак, следующий этап — это желание или попытка найти баланс. Найти баланс. Но это то, что сейчас, наверное, происходит. Хорошо. Помоги мне, пожалуйста, описать свой стиль нынешний, по крайней мере, как-то ёмко. Вот как-то цветной карнавал, Полина Шанатанна. Или фейерверк цвета. Фейерверк, да. Очень сложно всегда как-то словами описывать свой стиль, потому что это нечто, что ты всё-таки складываешь из визуальных образов, а не из слов. Но мне нравится про свой стиль думать, наверное, в контексте какой-то кинематографичности. Ну и, по крайней мере, я к этому стремлюсь. А что уже в нём? Ну цвет, да, я думаю, что цвет — это, наверное, всё-таки пока ещё составляющая довольно ощутимая всего, что я делаю. Даже если это естественный свет, даже если не использую какие-то дополнительные приборы, то в целом цвет для меня всегда важен. Поэтому не знаю, какое бы я выбрала словосочетание, но вот что-то, связанное с цветом и кино, наверное, это такие основные киты, на которых я держусь. Принято говорить про насмотренность. Есть точка зрения, что человек ныне созидает с нуля очень мало, и что это так или иначе о плеке от пережитого, там, визуального опыта какого-то. И твои работы, мне, честно говоря, очень напоминают Вильнёва. Вот почему-то у меня ассоциация Полина Вашингтона и Дэнни Вильнёва. Есть ли какие-то параллели или подражания, которые, например, наблюдаешь ты? Это тоже интересный момент, потому что, опять же, про всю эту кинематографичность мне стали говорить зрители, ну то есть аудитория, да, что вот работы напоминают кино, там того же корва и так далее. А у меня после университета был абсолютный блок вообще на кино. То есть я любила читать, но смотреть кино мне вообще уже больше не хотелось. Видимо, после всех этих пар, где мы бесконечно смотрели какие-то фильмы. Поэтому я очень мало, на самом деле, смотрела. И когда мне тоже про того же корвая стали говорить, я не то чтобы сильно его смотрела. Но при этом потом я посмотрела и думаю, да. В этом есть какая-то перекличка. Поэтому я не думаю, что было какое-то осознанное подражание. Может быть, знаешь, это что-то на подкорке, что вот как-то как будто бессознательно вылезла, да. Но вроде специально я этого не делала. Но это интересно, да. Хорошо. Скажи, пожалуйста, почему ты выстрелила? Потому что это явно был именно выстрел, а не очень плавный подъём. Какие работы твои заметили первыми? Был, конечно, вот этот период мультик с позицией, да, там печатали в журналах. Но вот с тем, как вот я начала снимать с цветным светом, это всё не сравнится, конечно. Извини. Ну, то есть вот есть Полина Вашингтон уже в Петербурге, но тебя ещё не знают. То есть это какой-то уютный Инстаграм, возможно. Ну да, да. ВК. ВК, тем более. То есть ты начала с ВК? Ну, Инстаграма ещё не было. У меня был Фейсбук и ВКонтакте, да. Окей. Это вот к разговору о том, что ВК мёртв. Ну и, собственно, вот. Ты начинаешь практиковать мультиэкспозицию и растёшь как-то плавно, я так понимаю. Ну, как-то да, более или менее. А потом происходит цветной свет, и ты... Резкий. Резкий скачок. Благодаря чему? Условно запустила таргетированную рекламу? Какой-то агрегатор фотографии большой тебя заметил и репостнул? Или что? Как это рвануло? Мне кажется, тут всё намного проще. Вот, да, было ощущение, что я как бы до этого росла, но довольно медленно. Ну, так потихонечку. А потом был резкий скачок. Я этот резкий скачок вижу в том, что я действительно впервые, как мне кажется, тогда начала очень часто снимать. То есть до этого у меня был формат, ну, жду вдохновения. Потом я поняла, что это не годится, и что если я хочу чего-то добиться, фотографии, то мне вот нужно выработать какую-то частоту. Я стала себе планировать по несколько съёмок в неделю, начала это делать, и тогда действительно пошёл рост именно в качестве, наверное, каких-то работ в уровне, и это, мне кажется, всё как-то вместе сложилось в такой пазл и заработало. Заработало здорово, но... Я же вообще случайно начала снимать с искусственным светом. Расскажи. Это тоже моя любимая история. Я уперлась в какую-то точку, что мне надоело снимать на природе. Я думаю, нужно что-то новенькое. И почему-то я подумала, что, ну, можно поснимать на закате. Мы нашли какую-то крышу, запланировали съёмку, приехали, крыша оказалась закрыта. Вокруг поле ничего нет, солнце садится, снимать хочется. А у меня с собой был фонарь и лампа. Ну, на всякий случай я думала, там что-нибудь на крыше подсветить, если будет темновато и так далее. Но солнце село, мы решили не сдаваться, пошли снимать. И, собственно, я начала включать все эти красные лампы, там фонари и так далее, использовать звёздные фильтры. Это оказался для меня настолько новый, вообще удивительный мир, что я была в восторге. И как бы это случилось случайно, я это особо не планировала. Спасибо, наверное, тем, кто закрыл крышу. Да. Хорошо. Но очень часто бывает такое, что отличные работы прозябают неувиденными. Как тебя увидели? Кто тебя увидел? Или как-то это общий накопительный ли эффект это был? Я думаю, в чём-то накопительный, потому что, опять же, вот когда я выложила вот эту работу, ну, съёмку, которую мы сделали с лампами, первую, словно мою, она там по тому же Инстаграму набрала гораздо меньше, чем мои какие-то природные съёмки. То есть, ну, люди такие, ну, окей, да. Кому-то прям супер понравилось. Кто-то написал, блин, это что-то новое, классное, неожиданное от тебя, круто. Но я сама внутри чувствовала, что мне это нравится. Я стала это продолжать, начала планировать всё больше и больше съёмок, просто потому что кайфовала вообще от всей этой истории, от всего этого света. и как-то вместе оно стало раскручиваться, и как-то тоже паблики в Инстаграме зарубежные стали это видеть, репостить, и какая-то вот такая волна образовалась. Не знаю почему, мне сложно какой-то феномен, ну, объяснить этот феномен, потому что, ну, до меня люди тоже снимали с цветным светом, я его не придумала, но при этом как-то это получилось интересно сделать на тот момент. Любопытно, потому что ты верно говоришь, что до тебя снимали с цветным светом, но мне кажется, что вот твой стиль такой, какой он есть, он уже очень сильно, вот, в принципе, цветной свет как идея очень сильно ассоциируется с тобой, как некрюбер. Скажи, пожалуйста, твоя аудитория, она в основном российская или в основном зарубежная, или в каких-то алях? Сейчас это микс, то есть, ну, я не знаю, кого больше, вот, но смешение, может быть, 50-50. А для тебя одна из них важнее? Раньше я вообще исключительно на зарубежную аудиторию ориентировалась. Мне казалось, что мультиэкспозиция в России никому нафиг не нужна, и вообще такая фотография здесь тоже не нужна, и я поэтому всё, какие-то тексты писала на английском, весь контент у меня был на английском в основном и так далее. А потом я решила просто пересмотреть эту историю, то есть, ну, это же очень часто всё, ну, вот эти результаты, да, это зависит от того, как ты сам к этому относишься. Я просто до этого особо на русскоязычную аудиторию ничего не делала, и естественным образом видела, что нет отклика, да, что там это не особо интересно, как бы здесь. Но когда я начала в это вкладываться, начала как-то больше что-то по-русски писать, да, и как-то общаться с соотечественниками, то я увидела, что отклик есть, и всё это выровнялось. Поэтому мне все важны, все, естественно. Ты ловко лавируешь. Выкрутилась. Обязательно найдётся какой-нибудь замечательный ворчун, который напишет в комментариях, что знать тебя не знают, так положено, они всегда есть. Ну, это нормально. Это так. Скажи, пожалуйста, что ты делала и делаешь сейчас для того, чтобы внимание к тебе не терялось? Ну, вообще, тоже такой вопрос интересный для меня. Опять же, потому что сместились немножко ориентиры, если тогда прям хотелось фигачить, и тогда была реклама, и была возможность её показывать. И в чём-то, мне кажется, даже вот именно реклама, она немножко, ну, как-то расслабила меня в этом плане, потому что можно было просто пустить таргет с красивыми фотками и особо не париться. Он крутился, крутился, и людям там нравилось, они подписывались. Сейчас уже так не сделаешь, и вообще в целом стоят вопросы, ну, как-то нужно ли это внимание держать, не нужно, чем его держать. Но мне сейчас нравится, наверное, больше раскрываться как человек, как личность, потому что до этого я этого не делала. И это, мне кажется, опять было связано с тем, что мне тяжело было внимание какое-то пристальное и в таких масштабах. Поэтому я боялась поделиться чем-то личным и так далее, чтобы, опять же, не схватить какую-то волну хейта за что-то. И легче было делиться там только профессиональными какими-то штуками. Сейчас мне интереснее что-то более человеческое про меня тоже демонстрировать. И тоже, на самом деле, люди пишут, что это как будто с какой-то новой стороны меня открывает и заново рождает какой-то интерес. То есть когда ты видишь не только творчество, но ещё и понимаешь человека, какие-то его мысли и так далее. У тебя никогда не было опасений, что тот, кому нравится твоё творчество, может разочароваться и в нём, и в тебе, узнав тебя как человека? Потому что очень часто всё-таки автор так или иначе связан с произведением. Ну, я довольно часто, на самом деле, с этим сталкивалась. Ну, не суперчасто, но это было в контексте какого-то личного инстаграма моего, где я позволяю себе пошутить как-то глупо или ещё что-нибудь. Где я совершенно свободно веду какой-то формат, stories и так далее. Там люди могли написать что-нибудь, что типа мы-то думали, что вы такая-то, а вы, оказалось, не такая-то. Ну, это же люди одни уходят, другие приходят. Мне, на самом деле, гораздо интереснее, наверное, оказаться в кругу людей, которые принимают меня такой, какая я есть, а не строят из меня какие-то ожидания, что вот она должна быть такой-то удобной кому-то там лично. А когда люди просто принимают, что у тебя может быть какой-то опыт, свой взгляд на мир, на то же творчество, и это окей, поэтому, ну да, бывают, пути расходятся. Знаешь, это интересно, потому что мы же живём, как завещал Саша Медведев, ты, вероятно, знаешь, кто это, живём в эпоху экономики внимания. И по мере того, как ты начинаешь там больше делиться чем-то своим, рассказывать о себе, до меня, ты знаешь, иногда отголосками долетают какие-то купленные, роликсы, что вот у Полины теперь лейка. Они сломались, кстати, вчера. Увы, увы. То есть, ну понимаешь, ты в Питере, я в Москве, роликсы сделали там где-нибудь в Люцерне вообще, а вот всё равно я знаю, то есть не рассказал бы ты, кто-то бы мне не сказал об этом. Хотя он тоже, наверное, через третьи руки узнал. Опять же, возможно, это вполне себе история про... про напоминать о себе очень эффективное. Ну да. В смысле могут хейтить, но всё ещё говорят. Ну говорят, как бы, да, есть такое. В плане хейта это тоже такая интересная история, что для меня она тоже тяжёлая, ну такая... Извини, я тогда не могу спросить. Давай топ-3 повода, почему хейтят тебя. Ну за лейку, естественно, больше всего, за прозвище и что-то ещё. А, ну за инфо-цыганство, наверное, ещё. Под инфо-цыганством понимается то, что ты не даёшь реальных хардскиллов каких-то. Нет, то, что я, в принципе, зарабатываю обучением. Это главное предъява. Ну типа, это не труд для фотографа. Окей. Расстраиваешься? Сейчас нет. Я раньше расстраивалась сильно из-за обучения, потому что это была... Ну когда ты действительно в это вкладываешься, когда ты знаешь, что ты делаешь это честно, когда ты получаешь реальные отзывы, да, и то... Ну обидно, когда люди какие-то со стороны говорят тебе, что ты там, ну просто разводишь людей или ещё что-нибудь. Да, это было обидно, потому что, ну, я в целом всегда обучением горела, как-то мне это было важно. Вот, сейчас уже как-то я поняла, что это какая-то история, которая касается всех, ну, в плане того, что всех, кто обучает. Ну, то есть всегда будут люди, которые будут недовольны тем, что ты делаешь, как ты зарабатываешь деньги, как их тратишь, поэтому сейчас уже попроще с этим. У тебя есть материал о страхе в творчестве. Скажи, пожалуйста, чего боится Полина Вашингтон? Есть, наверное, вот основной страх, о котором я делилась не так давно в Инстаграме, то, что я хочу как-то вернуться опять в состояние активных процессов, да, что-то делать, записывать какие-то тоже курсы, материалы и так далее, но я очень боюсь снова оказаться в том эмоциональном состоянии, в котором я провалилась, когда вот всё это было. И вот это такой конфликт, который сейчас меня держит, не даёт что-то делать, да, ну, в какие-то моменты. И что я бы хотела пересмотреть, и что я пытаюсь сейчас пересмотреть, потому что я понимаю, что, ну, можно по-другому, можно делать всё, что тебе нравится, не состояние, что вот постоянного жизни в дедлайне каком-то, бесконечном, и вот, наверное, вот страх, который сейчас меня держит, это вернуться в образец 21-го года, хотя это был классный год, но местами тяжёлый. Ты любишь людей? Да, скорее да. Тебе не нравится проводить с ними время? С незнакомыми? С незнакомыми? Нет, на самом деле, если раньше у меня было прям такое какое-то желание отгородиться от людей, то сейчас я люблю проводить время с ними, и даже общаясь на каких-то мастер-классах, когда люди, незнакомые приходят, мне приятно с ними поговорить, мне комфортно с ними, вот, или мы, например, проводили в Питере встречу подкаста «Страхи в творчестве», тоже приходили ребята, которые его слушали, и я всегда после этих встреч думаю, блин, какие же люди классные, то есть если в это пойти, не сопротивляться этому, не надумывать, да, потому что, ну, много может быть поводов, что, типа, блин, люди надоели, достали, но если всё-таки по-другому, опять же, на это посмотреть, пойти в этот опыт, то я всегда рада, что я иду в этот опыт, и что я открываюсь, и, ну, в целом вообще как-то больше общаюсь с людьми, вот. Что ты хотела бы сделать для фотографии или в фотографии, или видео теперь в том числе? Глобально? Мне вообще нравится думать, что я пропагандирую какое-то более гармоничное отношение к творчеству, как мне кажется. Поясним. Ну, тот же подкаст «Страхи в творчестве», да, где я пытаюсь там рассказать о том, что творчество может быть не из надрыва, не из боли, не когда ты страдаешь только, и так далее, да, что это может быть какой-то гармоничный путь, где ты вот чувствуешь себя на своём месте, когда у тебя всё хорошо, да, какие-то такие вещи, та же работа с страхами, там, кто что скажет, тот же хейт, и так далее, да, то есть мне нравится показывать, что, ну, можно как-то из светлой стороны вообще развиваться с фокусом на что-то светлое, и тот же телеграм-канал Vision Room, который я уже веду, не знаю, сколько, но много, он в целом об этом, как преодолевать какие-то сложности, как по-другому смотреть на трудности, на своё творчество, на своё место в нём, да, и искать какой-то более комфортный для себя путь, потому что не хочется, чтобы путь творчества был про путь страданий бесконечный, потому что раньше у меня был именно такой путь, мне казалось, что так должно быть у всех, потому что все творческие люди страдают, им нужно страдать, им нужно быть голодными, там, и так далее, и что это даст некий стимул, некий вот этот буст для чего-то классного в творчестве, а потом появилась возможность попробовать по-другому, и вот это по-другому мне понравилось гораздо больше, и оно гораздо больше результатов мне в жизни принесло, поэтому я стараюсь показать, что можно и так, и это круто. Ты будешь об этом как-то упоминать на своем в курсе в GetLensFamily? Я думаю, что все, что я в принципе говорю, оно немножко как бы вот касается этой темы, я стараюсь это закладывать в каждый посыл. Окей, итак, мы разобрались с тем, что ты бы хотела сделать фотографию, а что бы ты ни за что не стала делать фотографию или видео? Ну, безусловно, я вообще довольно часто отказываюсь от каких-то сотрудничеств, если я понимаю, что мне, допустим, что-то не нравится. Не нравятся условия, не нравится тема, не нравится там что-то ещё, наверное, вот здесь я не буду себя предавать, и деньги не сыграют в какой-то роли, я на самом деле, мне кажется, иногда слишком часто отказываюсь, да, вот, но я думаю, что да, я стараюсь как минимум не идти против себя, потому что всегда, ну, был всё-таки в жизни опыт, и я много снимаю, когда, особенно в начале это было актуально, когда тебе предлагают какую-то работу, ты понимаешь, что она особо тебе не откликается, но тебе нужны деньги, и это заработок, да, и ты можешь это сделать, и как-то всегда оборачивалось, что ты вот делаешь это, но в итоге эти деньги как-то быстро куда-то пропадают, то есть ты как бы работаешь, но оно в ноль, как будто, вот, и какого-то удовольствия не получаешь, и опыта особо, и не особо зарабатываешь, получается, что это какая-то бессмысленная история, которая, ну, тебя вперёд как-то не двигает, при этом можно делать то, что нравится, и тоже делать через сложности, да, через какие-то такие моменты, но это будет идти тебе в копилку твоего опыта, твоего развития, вот, но опять же, соотнося всё это с каким-то своим внутренним согласием, сделать это или не сделать. Мне нравится думать, что когда мы с тобой обсуждали твою лекцию для клуба, единственное вводное было сделай то, что считаешь классным, и то, что будет полезно зрителю. Да, мне кажется, это как раз вот, если это мне говорят, да, по поводу какого-то сотрудничества, то я говорю, да, окей. Поэтому ты здесь. Спасибо тебе. Фотография или творчество, если угодно, это всегда про автора? Нет, я думаю, что фотография и в целом в творчество может быть абсолютно разным. То есть тут уже человек сам решает, про что он говорит, про себя, про других людей или просто он рассматривает какую-то тему под разными углами. Но если говорить про моё творчество, то да, я как-то всё это через себя пытаюсь проносить. Мне это интересно в плане, наверное, какого-то познания себя, да, что я, зачем вообще это делаю, да, почему это получается так и не иначе. про меня это так. Для других, я думаю, может быть вообще совершенно по-разному, и это окей. То есть это не универсальное правило, это субъективно? Я думаю, что да. Скажи, пожалуйста, ты не чувствуешь себя заложником одного стиля, что, например, ты научила аудиторию видеть вот такую красоту, и тебе, например, хочется экспериментировать, или просто повернуть всё на 180 градусов, а боишься, что не поймут, или почему-то ещё? Ну, у меня был хороший опыт поворота на 180 градусов, и он, мне кажется, меня научил тому, что не надо бояться, скажем так. Я снимала вот как раз вот здесь плёночная мультиэкспозиция, а потом, причём плёночная мультиэкспозиция я снимала гораздо дольше, чем вот сейчас какой-то цветной искусственный свет, то есть это был прям такой солидный промежуток времени, и да, в какой-то момент мне надоело, что меня ассоциируют только с этими фотографиями, и мне стало интересно, а могу ли я быть другой, да, или я всё-таки действительно заложник одного стиля, и я помню, что в этот тоже период времени я услышала такую фразу от знакомой, что что-то там типа какие-то учёные доказали, что в жизни ты вот находишь что-то одно, и только в этом одном можешь быть классным, а всё остальное это как бы ну так, рябь по воде, вот, и меня она очень зацепила, потому что я испугалась, что я вот нашла вот эту мультиэкспозицию, что это всё, ну я ещё тогда была гораздо моложе, чем сейчас, я думала, блин, ну неужели это правда так, и я сделала серию фотографий, которая супер отличалась вообще от всего, что я делала, я её долго снимала в стол, присылала ссылку друзьям, они такие, типа, это ты сняла, то есть было что-то совершенно неожиданное, и даже снимая, такую фотографию, непривычную для себя, непривычную для аудитории, которая меня знала, я всё равно начала попадать в журналы, я даже сделала выставку в Питере, вот, всё-таки, 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 да, только с той серией, вот, то есть какое-то развитие всё равно пошло, несмотря на то, что я развернулась на 180 градусов, всё равно я продолжала развиваться за счёт того, что именно делала, что мне нравится, это, мне кажется, показало мне, вот, это был такой важный опыт, что ты можешь шагнуть в неизвестность, ты можешь вообще начать делать совершенно по-другому, и ты себя не потеряешь, ты можешь потерять какой-то привычный себе стиль, но это не значит, что ты не найдёшь что-то новое, в чём ты раскроешься уже по-другому, и это будет твой новый какой-то путь, собственно, там, с той же ночной там фотографией так и произошло, ну, это было что-то совершенно новое для меня, да, но что меня потом раскрыло, поэтому я не думаю, что я боюсь стать заложником одного стиля, и в рамках того же искусственного света я в целом не так долго на самом деле снимаю, ну, если там глобально смотреть там в контексте каких-то периодов фотографий, плюс я всё равно снимаю с дневным светом, буквально вчера, вчера я снимала вообще на плёночные компакты в студии с естественным светом, то есть я научилась себе позволять, мне это нравится, это какой-то эксперимент, посмотреть на себя под другим углом, да, есть какая-то основа, там, как меня чаще всего воспринимают, что я могу там делать лучше всего, но это не мешает мне пробовать, и мне кажется, всё равно, когда ты, внутренне происходят какие-то изменения, да, твой стиль меняется, это естественно, и ничего плохого в этом я не вижу. Мне не страшно потерять там себя, как там, Полину Вашингтон, которая снимает только с искусственным светом, потому что за этим может стоять что-то гораздо интереснее, не в плане внимания даже зрителя, да, или какого-то, каких-то достижений, а просто вот комфортного внутреннего состояния. Я всё время вспоминаю вот эту съёмку первую с ночным светом, какой-то был восторг внутри, и мне кажется, вот нужно всегда пытаться найти именно это ощущение, когда ты снимаешь и испытываешь восторг, ну вот что, блин, это что-то новое, это классно, и когда оно у тебя есть, оно тебя двигает, а когда ты уже чувствуешь, что, ну, что-то надоело уже, то ты можешь застрять в этом, мне бы не хотелось застревать. Есть, но смотри, есть Полина Вашингтон, которая снимает с искусственным светом, была Полина Вашингтон, которая снимает мультиэкспозицию, но во все этих случаях Полина Вашингтон снимает фото, а сейчас ты меняешь фундамент, я так понимаю, у тебя стало все больше видео. Да. И тогда расскажи мне, пожалуйста, фотография против видео, в чем преимущество для тебя, как автора, и при этом, например, для зрителя, того и другого, и в чем недостатки? Ну, фотография, конечно, мне сейчас проще, потому что я в ней дольше, чем видео, видео для меня все-таки новый формат, и я как раз буду об этом рассказывать в лекции, вот какие-то фундаментальные отличия, что мне сейчас, например, видео мешает, это, ну, наверное, самое главное, что я могу видеть красивую статичную картинку, но для видео этого мало, там должно быть какое-то движение и в контексте кадра, и в контексте какой-то истории, то есть что-то должно происходить, одно сделало, там сделать, там, 10-20 каких-то статичных интересных фотографий, другое, все это как-то связать какую-то линию, сюжет, и это, ну, действительно сложнее, но вот я пробую это делать потихонечку, но это, опять же, просто сейчас интереснее, это сложнее, это некомфортно, но именно в этом есть какой-то азарт, интерес, попробовать себя в этом. Прекрасно, я жду, честно говоря, с начала съемок твоей лекции, мне становится очень интересно, я потому что весь этот подкаст сижу и при себя и думаю, а может быть мне тоже начать снимать видео, может быть эти видео в зарисовке, это хорошая идея. У меня же очень долго был блог на видео, не знаю, связано ли это с университетом или нет, но я очень, ну, несколько раз пыталась войти в это, и как входило, сразу же выходило. Сейчас, наверное, идет четвертая попытка начать этим заниматься, и она самая успешная. И вот мне кажется, она успешна именно потому, о чем я буду рассказывать в курсе. Заинтриговала. Да. Хорошо, скажи, мы поговорили про мультиэкспозицию, про цветной свет, какими еще художественными приемами фотографии ты пользуешься? Это может быть техника, может быть какие-то особенности съемки? Мне кажется, у меня всегда в фотографии прослеживалось какое-то внимание или перекличка, не знаю, героя с локацией, то есть у меня особо никогда не было крупных прям портретов, но всегда есть какая-то история с фоном интересная, то это может быть какая-то локация необычная, либо это может быть какая-то работа с фоном в студии, то есть мне важно герой плюс среда, и я вижу в этом некую особенность того, как я в целом вижу кадр, как мне интересно его видеть, то есть герой в контексте среды, в контексте какого-то места и локации. Нет ли у тебя ощущения, что связка героя и среды это откуда-то, это эхо твоего высшего образования? Да, я думаю, это оно еще звучит, да. Окей, хорошо. Например, в плане обработки, например, у тебя довольно сочные, насыщенные цвета, у тебя мягонькая картинка, софт-эффект почти всегда есть, но это же все тоже, наверное. Да, это тоже, причем с обработкой я тоже думаю, есть какие-то особенности, потому что я не училась этому особо, ну, профессионально, не смотрела никаких курсов, и все как-то методом тыка пробовала делать. Вот какую-то насыщенную историю я нашла, я очень прикольно вообще заметила, как это работает, когда, не знаю, может быть, года два назад или полтора, я решила попробовать сделать несколько съемок при естественном свете, вообще не используя каких-то ламп, и мне было интересно, смогу, смогу ли я сохранить вот это ощущение цвета, да, не используя вот это все, источники света. и я действительно смогла это сделать именно за счет обработки, то есть своего какого-то отношения к цвету и своих ожиданий от цвета в картинке, поэтому, мне кажется, вот это тоже какая-то фундаментальная вещь, которую я буду вытягивать вообще вне зависимости от какие были условия съемки, там, фото это или видео, какой свет, но цвет я всегда буду подтягивать такой, насыщенный и заметный, ну, по крайней мере, пока, пока что так. Ты знаешь, говоря о цвете, я обычно подшучиваю над теми, кто торгует пресетами, но твои я даже купил. Да. И, честно говоря, счастливо ими пользуюсь. Я тоже. Да. Так что я совершенно искренне могу сказать, что твой цвет, он вполне себе ложится на разные фотографии и действительно добавляет вот этого твоего в хорошем смысле душка. Мне кажется, я как раз так и училась обработке, я покупала пресеты у различных фотографов, да, и смотрела, как они были сделаны, потому что мне было, ну, вот интересно понять, как, из чего состоит цвет автора, нежели там смотреть какой-то видеоурок на ютубе. Я точно так же к этому подходил. У меня всегда было ощущение, что я сейчас занимаюсь виви-секцией, буквально на живую вскрываю и смотрю, что там происходит. Все говорят про насмотренность, вот, кстати. Какие, кроме насмотренности, вообще есть приёмы по формированию вкуса или насмотренность, например, не только на фотографию? Ну, не только фотографии точно, и в моём случае, мне кажется, очень круто сработало то, что на операторском университете мы много живописи смотрели, ходили в Эрмитаж. Прямо в Эрмитаж. И в Эрмитаж у нас там занятия были, лекции, и всё. И в целом, когда у тебя есть студенческий билет творческого вуза, зимой всегда можно зайти в Эрмитаж, погреться и заодно посмотреть какой-то новый зал. Это вы, братцы, просто поймите эту прекрасную питерскую блажь. Когда мне холодно на улице, я захожу в Шавермичную. Когда в Питере холодно, Полина Вашгантен заходит в Эрмитаж. Да, было время такое. Мы разные. Окей, живопись, хорошо. Живопись, кино. И мне кажется, ещё очень сейчас, например, мне нравится смотреть даже какие-то вещи в дизайне. Потому что там тоже есть какая-то гармония, есть какой-то определённый цвет, акценты, как это всё сделано. В этом тоже можно что-то находить. Какие-то обложки книг иногда. То есть весь визуал в принципе вокруг, он тебя как-то напитывает чем-то. Но здесь, естественно, нужен фильтр, я думаю, какой-то. Как на микрофон поп-фильтр, знаешь, который снимает лишние плевки. Как ты считаешь, можно ли на фотографу вдохновиться музыкой? Да. Вот и мне так кажется. У меня очень часто иногда бывают какие-то истории, что я вижу какой-то кадр, или этот кадр рождается под какую-то музыку. То есть происходит какая-то взаимосвязь, что вот музыка даёт тебе какое-то определённое настроение, которое ты потом можешь перенести в плоскость изображения. Это очень часто происходит. Так что да, мне кажется, вообще все искусства, они могут быть как-то переплетены и влиять на нас. Я поэтому свои черно-белые пейзажи обрабатываю под плинт постоянно. Очень рекомендую. Что ты слушаешь? Ой, я слушаю очень разную музыку, но я, например, никогда не слушаю музыку, когда обрабатываю. Я редко включаю музыку на съёмках. Сейчас, правда, начала пытаться это делать, потому что вроде как все это делают, но вот так, не знаю, не могу что-то выделить. Мне нравится сейчас разная музыка. Скажи мне, как найти свой стиль? Я понимаю, что это могло бы быть темой огромного интервью или урока на 28 часов, но тем не менее. Попробуй ответить ёмко, как найти свой стиль и что это вообще такое? Я думаю, что фундаментальная вещь для того, чтобы найти свой стиль, это откликаться на то, что тебе нравится. То есть вопреки каким-то сомнениям, вопреки тому, что тебе будут говорить, что сейчас вот такой-то тренд, всегда нужно делать именно то, что тебе в моменте нравится, даже если это супер банальные вещи на данном этапе. То есть условно, если я там начала фотографировать, и как я, да, тоже начинала фотографировать, меня вдохновляли какие-то банальные вещи, типа осенних листочков, там, да, кошечек на окошках, там, мужчины в шляпах, там. Где-то здесь лежит целый рулон фотографий мужчины в шляпах. А, понятно, я попала в точку. Да, абсолютно. Вот, и через даже какие-то такие банальные, казалось бы, вещи, ты будешь постепенно, постепенно идти в глубину, но зато ты пойдёшь в глубину к себе, а не непонятно куда. Мне кажется, это вот вещь, вот, самое главное, которую я поняла, и, может быть, которую я как раз осознала в университете, когда меня, ну, прессовали, когда я хотела делать своё, а вроде как, ну, не очень это котировалось, скажем так. Поэтому я думаю, что всё растёт именно из этого. И в целом какие-то, ну, вот зачатки фундаментальных стилей, в которых я снимала, они появились, потому что я начинала фотографировать то, что мне нравится. Даже когда это был проект, про который я говорила, там, что он 180 градусов не похож на меня, я тогда снимала вообще какой-то мусор на улице, там, и так далее. Ну, мне это тогда нравилось, и это меня к чему-то привело. Поэтому я думаю, что вот если суметь не поддаться вот какому-то, не знаю, общему венью или чему-то такому, а вот именно идти долбить свою точку, то она обязательно продолбится. Если долго долбить в одну точку, она обязательно продолбится. Полина Вашингтон. Футболки можно сделать. Я думаю, что да. Устроим. Мы вот обсуждали с тобой, что, кажется, нам надо делать наборы техники, вот можем мерч тобой запустить с цитатами великих. Но при этом мне нравится, я очень согласен с тобой. Но вообще, что такое стиль? Давай. Стиль — это микс каких-то визуальных техник, приёмов, плюс твоё видение, где видение является, наверное, главным ингредиентом, который придаёт общий вкус вообще всей этой составляющей. А видение — это, я так понимаю, твои творческие навыки, помноженные на насмотренность. Нет, видение — это то, как ты видишь мир, то, как ты это воспринимаешь. Ну, потому что, условно, мы можем посмотреть на одного и того же человека и увидеть его всё равно по-разному. И в плане фотографии, и в плане просто там, личности, да, то есть у нас есть некая призма, как мы воспринимаем других людей, какие-то те же места, образы и так далее. И вот это и есть, ну, твоё видение, что-то супер уникальное. Видение можно тренировать? Оно как мышцы, или это что-то врождённое? Я думаю, что это, да, это то, что обязательно нужно тренировать, именно через насмотренность и наблюдение. Такое немножко осознанное наблюдение, когда ты всё-таки стараешься понять, что тебя цепляет. Даже если ты просто берёшь камеру и выходишь на улицу, все будут разное фотографировать, всех будет срабатывать какой-то слой фильтра, какие-то свои акценты, и вот это и будет показывать нам, на что направлен наш фокус, да, что нас цепляет, что нам нравится, что нас определяет. У меня вот это постоянная, вечная история с нашим общим другом Димой, Димой Шумковым. Мы когда ездим куда-нибудь в путешествие, мы привозим просто полярные кадры. У меня там благодать такая, всё хорошо, у него козёл мёртвый на фоне разбомблённый из миномёта пятиэтажки. Ну да, это также на самом деле очень хорошо видно на мастер-классах, когда ко мне приходят люди, мы снимаем одно и то же. Те же герои, ну даже точка съёмки иногда одна и та же, но настолько разные получаются картинки, ну вот это и есть видение. Чем контент отличается от искусства? И что снимаешь ты? Мне кажется, я снимаю творчество. А где вот оно? Я просто беру, опять же, вещи противоположные вроде как друг другу. Контент, искусство, а творчество, оно в середине или вот куда, на тяготе? Творчество, оно, ну может быть, ну контент это тоже творчество, да, можно по-разному очень относиться к контенту и делать нереально какие-то интересные съёмки. Объясню. Я, мне кажется, под контентом обычно понимается то, что исчезнет в ленте, когда ты пролеснёшь, что-то очень временное, а искусство это вот как раз не в ленте. Это фундаментальное что-то. Ну я не думаю, что я делаю что-то фундаментальное. И это опять же к вопросу о том, что я стараюсь не думать, что что-то мне нужно делать, чтобы быть искусством, там, да, чтобы моё творчество было искусством. Мне нравится просто делать. То есть тебя вопрос мимолётности, он просто не беспокоит? Ну я, по-моему, как-то на канале писала, что может быть мрачно прозвучит, но когда я умру, мне будет всё равно, запомнят мои фотографии, не запомнят мои фотографии. Ну то есть это как бы… Главное сейчас мне делать то, что мне нравится. А всё, что там, станет ли это искусством, запомнит ли это кто-то или нет, ну это уже не сильно будет меня волновать, мне кажется. Пожалуй, что так. И для меня признаться интересно, что ты так говоришь, потому что это какая-то очень циничная, что ли, максима, и я ожидал признаться другого ответа. Мне нравится твой ответ, я с ним очень согласен, но ждал другого. Потому что оставить после себя след, вот что-нибудь в ту… Нет, я вообще стараюсь как-то себя в момент возвращать, потому что все вот эти амбиции тоже фотографические, что нужно там достичь, они были у меня в начале. Жить потоком. Да, и они создавали очень много напряжения, нереализованных ожиданий, и мне гораздо больше нравится без этого груза какого-то жить и получать удовольствие от того, что я могу пойти пофоткать на мыльнице с дневным светом. Ну это же кайф. К слову о мыльницах. Хочу поговорить про технику. На что ты снимаешь и почему? Я вижу тут две роскошные лейки. Давай начнём с фотографии сначала. Да. Ну это, собственно, Leica M11 и Leica Q2. Основные мои сейчас камеры по фото. M11, она больше на какие-то съёмки, ну вот когда я прихожу, снимаю там кого-то. Ну то есть основная рабочая камера Q2, она такая для всего. Я в целом с ней вообще каждый день нахожусь, повседневная камера. Ну и на каких-то творческих съёмках я тоже её, конечно, использую. Вот они, мои основные камеры. Скажи, пожалуйста, но при этом одна со сменной оптикой, другая нет, одна с автофокусом, другая нет, но если мерить привычной категории камер, здесь нет ни одной нормальной камеры. Ну да, есть такое. Почему Leica? Потому что лучше, потому что ты хочешь доказать что-то себе и окружающим. Почему? Я впервые, ну как, не впервые, я знала, что есть бренд Leica, и я знала, что была Leica M6. Я вот когда в университете училась, все говорили, Leica M6, как что-то такое недостижимое. Вот, но дальше я особо не интересовалась, потому что мне всегда казалось, что Leica это, ну, не для меня точно, да, не мой сегмент, поэтому и ладно. Но в какой-то момент мне прям очень сильно захотелось найти какой-то инструмент, который был бы компактным. Вот это прям была какая-то моя боль, и я прям искала, смотрела разные модели, но всё было, ну, что-то не то, да. То это выглядело как-то, ну, не очень красиво, да, особенно когда ты миксуешь там какую-то современную камеру и старый объектив, то в целом это как-то мне не нравилось. Мне ещё была важна какая-то эстетическая составляющая, вот. Вот, и я случайно наткнулась, увидела, что есть Leica M10. Я до этого не знала, что есть вообще такая камера. Меня поразило, что она цифровая, что она маленькая, что у неё очень маленький 35-й объектив. Это было такое, типа, а, так бывает. И вот с того момента я загорелась, хотя особо вообще ничего про Leica не знала, ни про какой-то там цвет, там, пластику, оптики, там, я не знаю ещё чего-то. Вот мне понравилось, что она маленькая. И я подумала, блин, я это хочу. И вот так я и приблизилась к первой Leica M10. Это была первая камера у меня. Однако у тебя их две сейчас. Одна в потрясающе красивом цвете версии репортера. Чудовищно красивая камера. Вторая M11. Собираешься ли ты менять M11 на монохром, во-первых? Нет. Третий Leica будет. Я включаю ЧБ-режим, и он прекрасный. Но если мы говорим о какой-то метафизической трушности, то, как ты понимаешь, ЧБ-режим не очень трушен. Ну, понятно, да, но это всё-таки не моя история. Я не могу представить себя с чёрно-белой камерой. Понимаю и не понимаю. Потому что для меня, признаться, Q2 Monochrome стало откровением. И я очень серьёзно думал, чтобы её купить, но потом решил, что мне отчаянно не нравится леечная оптика и вообще про оптику. Что это за объектив? Я знаю, что ты его добывала с Буэм. Да, это новый 35-й Sumilux, который, не знаю, вроде бы год назад появился. Его почему-то очень сложно было где-либо достать, купить. Даже где-то в Азии я пыталась его найти. Там были очереди. Но как-то, опять же, avito.ru помог мне в этом, и мне привезли из Германии этот объектив. Красота. Позволишь? Да. Главное, мне кажется, на мой взгляд, достоинство лейки — это вот этот звук. Это потрясающе. Да. Мне кажется, только этот звук, в общем-то, может мотивировать на съёмку. Окей. Но давай попробуем собрать три комплекта, вот прям по твоей рекомендации. Это камеры и объективы. В разных бюджетах. Я так понимаю, что вот... Один сегмент мы охватили. Да, гуляем в последний раз. Это лейка Q2 и M11 с 35-м Sumilux. Давай что-то попроще. Я не буду делать никаких ограничений ценовых и что-нибудь совсем растут. Ну, я не особо вообще знаю все модели камер, не особо слежу, но меня часто спрашивали, что бы я использовала, если бы у меня не было лейки. Я всегда отвечала, что FUJI, потому что мне очень нравятся тоже эстетические эти камеры, и для меня это важно. Вот мне нужно, чтобы камера меня вдохновляла. Меня не вдохновляли никогда Кэноны. У меня была камера Sony, она прекрасно снимала, но мне всё время её хотелось оставить дома, скажем так. Поэтому я бы выбирала, конечно, FUJI Film, и моя самая любимая модель — это X-Pro3. Понимаю. Про чертовски хорошо. Да, поэтому однозначно эта камера, третья, я даже затрудняюсь сказать. Я недавно попробовала RECO, это было прикольно, она такая маленькая, но мне не захотелось её купить. Вот. Третий комплект. Но сначала какой объектив мы добавим ко второму? А, FUJI Film. Двадцать третий. Один на четыре. Да. Хорошо. Отличный номер. Новый, новый. RLM VR. Да, да. Я ещё помню. Окей. И получается, идём вниз ещё? Вниз я бы вообще, может быть, взяла какую-то плёнку. Интересно. Да. Любопытно. Потому что я много снимала на плёнку до цифры, и у меня были прям такие две, мне кажется, любимые камеры, две-три. Мне очень нравился Nikon FM2 и, собственно, FM3A. То есть они довольно похожи. И у меня, по-моему, тоже тридцать пятый стоял там объектив один-четыре. Очень классная камера. И ещё у меня был долгое время Contex G1 и второй. G2 очень хорош. Да. Правда, он стоит уже, как их... Я пыталась его недавно купить, но... Да, я тоже. Триста сорок тысяч. Да, и не найти. Ну, нет, за триста сорок продают. Ну, я видела, но там как-то он по состоянию не на триста тысяч как-то. Мне нравится плёнка, что она в каком-то смысле... Ну, сейчас уже не скажешь, что более доступная. Раньше можно было сказать, что вот плёнка там стоит не очень дорого, там камера плёночная тоже не очень. Но я знаю, что многие стремятся вообще к плёнке и уходят на плёнку, потому что меньше заморочек с обработкой, например. Да. А ещё плёнка, мне кажется, держит тебя в очень таких жёстких перчатках, что ты начинаешь чуть больше думать, экономить. Есть даже, ты знаешь, такое самоистязание, такая аскеза, что мы с нашим, в общем, товарищем это практиковали, что мы засовывали флешку там на 4 гигабайта на 8 в средний формат, и вот у нас там примерно 30 кадров, как на плёнку, и вот так вот и выходили. Да. То есть только маленькое количество кадров. Здорово, ты знаешь, тонизирует, прям часто думаешь снимать. Нет, это очень круто. Окей, но скажи, как много места вообще занимает техника в твоём творчестве? То есть это про удовольствие Полины или всё-таки её вклад вообще сколько-нибудь заметен в твоих работах? То есть ты бы не снимала точно так же на камеру, на две камеры не за там полтора-два миллиона, а за сто тысяч, двести? Ну не знаю, можно открыть мой профиль и вот прям увидеть, где там Fujifilm? Нет, я пытался. Мне кажется, вот тут ответ на вопрос. Для меня техника, она, ну, сейчас всё снимает хорошо, мне кажется, даже телефоны снимают хорошо, да, условно. Это скорее именно про комфорт в работе, про мои какие-то ощущения, что мне вот лично с этой камерой удобно, да, и это меня вдохновляет снимать и не забрасывать это дело. А картинка, ну да, есть, конечно, отличия, я там увижу у себя там, где Fuji, где Leica, но тем не менее это не какой-то прям фундаментальный момент, который вот прям всё определяет. Это что касалось фотографии. При этом видео, я так понимаю, правила немножко другие и подход к покраске видео в том числе немножко другой. На что ты снимаешь? На Sony FX3. Ничего себе. Да. Но я купила эту камеру как? У меня есть друг, он оператор, и он часто снимает мне какие-то видео, бэкстейджи. Он купил себе эту камеру. До этого у него был Fujifilm X-T3, у меня был X-T4, и мы оба были в чём-то недовольны в плане видео. Па-па-па-па-пау. Сейчас обидно было. Но у меня это было в плане стабилизации, потому что я не люблю вот эти обвесы и прочее. Мне вот хочется просто свободную камеру, чтобы картинка не дёргалась постоянно. Чтобы всё хорошо работало и с коробкой. И когда мой друг купил FX3, я у него спросила, там классный стаб? Он говорит, отличный стаб. Всё, я пошла заказывать FX3. То есть я даже особо не читала какие-то там характеристики, что я просто понимала, что камера будет снимать хорошо. И если там классный стаб, то мне она подходит. Устраивает ли тебя цвет? Да. Отлично. Ну то есть, опять же, говоря о видео, всё-таки твой курс будет про видео. High-end комплект, это FX3, с каким объективом? У меня 35-й и 24-й. Оригинальная Sony GM? Да. А попроще комплект? У меня нету. Или что нужно? Нет, нет, ну в смысле, что мы могли бы рекомендовать? Да любой, мне кажется, какой-то 35-й. Для меня это просто идеальное какое-то универсальное стекло. Да, вот опять же. Есть же, по-моему, 1.8 какой-то. Нет, я в принципе про связку камер-объектив, но я так понимаю, что, в общем-то, водное, чтобы хорошо снимало, чтобы был хороший стаб, и главное, хороший 35-й объектив. Ну да, я бы брала 35-й. Попробуй, кстати, Sigma Art 35-1.4. Так, я же её купила сначала вместо Sony, это, ну, я получила, и через два дня, наверное, оформляла возврат, чтобы купить Sony, просто из-за размера. Sony чуть меньше, и это прям для меня принципиальный момент. Стекло классное, но оно большое, и это, опять же, меня останавливало. Есть ли какие-то аксессуары или, может быть, вот, ну, тоже техника, которые так или иначе повлияли на твоё творчество? То есть, например, ты вот купила очередную камеру, и такая, вау, теперь я могу снимать в JPEG. Или, вау, ничего себе, теперь я могу снимать на 6 тысяч часов. Да, я думаю, что здесь эта история именно с компактными камерами, то есть X-Po3 очень сильно меня поменяло в плане фотографий, потому что я стала носить камеру всегда с собой, я стала чаще снимать, и, как следствие, снимать лучше, как мне кажется. Вот, и то же самое с лейками, именно за их компактности, за счёт этого я, ну, регулярнее стала снимать, и это, ну, действительно очень сильно отразилось на моём портфолио. И это то, о чём я, то, что я называю визуальным дневником, да, практика, когда ты снимаешь всё, что тебе понравилось, всё, что тебя зацепило, там, каждый день по возможности, не особо задумываясь о том, насколько это гениально, насколько стоило вообще это снимать или нет, а просто позволяя себе откликаться на то, что тебе нравится. Ты знаешь, когда я слушал эту твою лекцию, я тут должен описать ощущения. Пару лет назад я организовал лекцию Полины на фотодне в Fujifilm, и она как раз читала лекцию при визуальный дневник, и я ещё тогда думал, что, ну, вроде, ну, такая очевидная штука-то, ну, фоткай почаще и всё. А потом я решил попробовать снимать только в JPEG, пытаться сделать картинку в камере, и при условии, что камера всегда с собой. Если я вижу какую-то красоту, я стараюсь её снять. Во-первых, я считаю, что это повлияло на мою фотографию так или иначе, а ещё у меня, ты знаешь, начали скапливаться прям небольшие фотокнижки, которые я печатаю для себя, для друзей. Это не высокохудожественная работа какие-то, но у меня есть чудесная фотография из поездки с родителями в Стамбул, где они счастливы, довольны, и я довольный, я чувствую себя там прям ребёнком. В визуальном дневнике каждый день много фотографий тех вещей, которые мне нравятся. Это может быть какая-нибудь чашка кофе или сутулая собака, которая просто смешно улыбается, но в ней гораздо больше искренности ты знаешь, чем в любой красивой фотографии Роллс-Ройса. Есть такое. У меня раньше был просто довольно сильный блок на то, чтобы сделать кадр, тоже, возможно, из-за плёнки, хотя она тогда ещё не стоила так дорого, но тем не менее я слишком много думала, а стоит ли сделать кадр. И в итоге я очень многие кадры свои в жизни не сделала. И там даже просматривая какие-то архивы, я помню, что были какие-то моменты важные в жизни, или даже люди, но у меня нет этих фотографий, у меня нет возможности как-то прикоснуться к этим воспоминаниям. Это очень обидно. И потом я себя переучивала именно начать снимать больше. И я тоже вообще иногда устраиваю себе вечера, когда просто там два года назад. И начинаю просматривать какие-то супер повседневные снимки, семейные, общаюсь с друзьями. И это очень круто тебя возвращает вот в те ощущения, в те воспоминания. И это действительно ценный опыт. Понимаю. Я, потому что, кажется, в принципе, живу ради воспоминаний в Google Фото, как это было три года назад. Это хорошая возможность заквасить память, вот убрать, знаешь, эти ощущения на антресоль и вернуться к ним через сколько-то лет. Ну да. Хорошо. Но я хочу с тобой ещё поговорить про комплексы и барьеры. Есть ли что-то сейчас, что мешает тебе двигаться дальше? Какие-то барьеры, которые тебя там держат, ограничивают, которые только предстоит пройти? Ты, в принципе, по-моему, очень про осознанность и самопонимание. В моменте. И про рефлексию. Ну да, я думаю, что самая такая ощутимая штука заключается в том, что, ну вот, например, в фотографии я ощутила какую-то тесноту уже в плане жанра. И у меня есть немножко такая боязнь, что мне вообще в целом визуального языка может стать мало. Потому что мне, например, нравится писать. И я бы в каком-то идеальном мире хотела бы написать какую-то свою книжку, придумать какую-то историю. То есть такое чувство, что ты как будто подкрадываешься к какому-то потолку, на потолку в плане того, что тебе уже вот этого средства самовыражения одного мало. И, может быть, именно поэтому я иду дальше в видео, потому что там немножко больше можно вот это всё прочувствовать и попробовать. Есть опасение какое-то, которое, ну, где-то там ещё вдалеке звучит, что вдруг я вообще просто захочу стать каким-то другим человеком. Ну, в плане того, что я захочу делать что-то совершенно другое. Ну, например, писать книги. Это тебя пугает? Это не то, что пугает. Это просто в данной точке настолько сложно это представить. Ну, типа, как это произойдёт вообще? Что оно такое, типа, не-не, давайте пока вот как есть. Да, это пока понятно. Так что в каком-то смысле, да, это пугает. Потому что расстаться с чем-то, с чем ты идентифицировал себя большую часть своей жизни, ну, это такое ощутимое травма, мне кажется, в каком-то смысле. Пожалуй, что так. Скажи, а травма в большей степени потому, что ты сама себя определяла там как фотографа или потому, что мир вокруг? Ну, я думаю, и то, и то, потому что мы не можем как-то в каком-то вакууме всё-таки существовать, да, и то, и то на нас оказывает влияние. А травма, она больше про то, что тебе придётся вновь столкнуться с какой-то очень глобальной неизвестностью, как было, допустим, фотографией в начале пути, когда ты не понимаешь, какой твой стиль, что тебе снимать, о чём тебе говорить в фотографии, да. Это же очень большое такое, огромное пространство, в котором ты как бы, ну, не очень понимаешь, что делать, да, и как вообще найти себя, да, это вопрос о поиске своего стиля. А когда ты начинаешь это в новом деле, здесь же происходит то же самое, у тебя нет вообще никаких ориентиров, понимания, что, куда, белый лист как будто. И то есть, получается, вот ты снова новичок. Да, да. А какие ошибки вообще обычно совершают новички вот в начале пути, это там применительно к фотографии, к творчеству? Мне кажется, я вот как раз в последнее время очень сильно обратила на это внимание, и я тоже совершала эту ошибку, как мне кажется, в начале пути, когда начала фотографировать, это стремление к какому-то излишнему усложнению. То есть, в начале очень хочется сразу же выделяться, хочется, чтобы уже у тебя была аудитория, портфолио, да, и ты начинаешь немножко мудрить свои фотографии. Я тоже это делала, я снимала какие-то там съёмки с моделями в заброшках, с противогазами, в каких-то платьях, ну, просто потому что вот казалось, что чем необычнее ты вот намешаешь всего, тем больше шансов, что тебя запомнят, что это как-то, ну, как-то тебя выделит. Но это, на мой взгляд, было очень сильным усложнением в контексте нашего какого-то мозга, да, потому что мы одновременно начинаем пытаться быть и стилистом, да, ну, естественно, фотографом, может быть, визажистом, каким-то организатором съёмок, да, плюс мы ещё, допустим, не особо в технике разобрались, не понимаем, там, как экспозицию настроить, компоновать кадр тоже не особо понимаем, как свет как поставить тоже непонятно, но мы всё это пытаемся сделать одновременно, чтобы сделать классную фотографию. И как раз-таки университет мне показал, что самая лучшая тактика в начале — это делать шаги назад и уходить к упрощению максимальному, то есть создать вот какой-то фундамент максимально для себя на этом уровне простой и понятный, и начать развиваться именно из этого. В контексте фотографии — это, например, включить чёрно-белый режим фотографии, просто снять минималистичную студию, позвать какого-то героя, вообще не запариваться над каким-то образом или особенной одеждой, и просто пытаться снимать чёрно-белые портреты в студии какой-то промежуток времени, не знаю, несколько месяцев. На этом можно и технику освоить, как-то владение инструментом, научиться видеть свет, экспозицию, композицию, плюс работать с человеком, и уже вот этих задач на начальном этапе дофига, чтобы со всем этим совладать. И как только ты уже в этом начинаешь чувствовать себя более комфортно, ты можешь подключить цвет, или можешь подключить какую-то необычную локацию, или добавить ещё одного человека в кадр. То есть постепенное-постепенное усложнение. И фото, и видео. В целом в университете как раз я сделала такой шаг назад от всех этих фотосессий в заброшенных зданиях, когда я пошла в классику фотографий. И уже на этом фундаменте я потом начала как-то экспериментировать, потому что благодаря этому очень многие вещи остаются на подкорке. Тебе гораздо проще экспериментировать, когда ты в ужасе не думаешь о композиции, о том, как нужно поставить свет. Если ты во всём этом постепенно разобрался, то оно просто у тебя здесь есть, и ты можешь думать о других вещах. Поэтому я думаю, что вот самая главная ошибка — это усложнение. И самое лучшее — это, наоборот, всё упростить, откатиться к базовым настройкам, и уже на этом фоне начать постепенно-постепенно загружать себя большими задачами и какими-то более сложными вещами. Мне очень нравится этот подход. Я потому что сейчас в начале пути я решил до конца года не снимать в цвете. Мне кажется, что это может немножко встряхнуть. Мы в университете первые два года снимали только ЧП. И всё плёнка? Да, всё плёнка. Красиво. Ну, потому что очень сложно начать видеть свет, когда ты его видишь уже цветным. Цвет отвлекает. Да, конечно. А когда ты это убираешь, ты можешь сфокусироваться только на яркостях и уже как бы освоиться в этом. Потом уже постепенно ты включаешь цвет, и тебе уже легче как-то мозгу. Георгий Борисович Пенхасов, как ты рассуждал, ты, наверное, понимаешь о ком. Да. Что хороший снимок черно-белый — это тот, который совершенно нельзя представить в цвете. И вот я всё пытаюсь снять. Свой хороший черно-белый снимок, который не смотрится в цвете. Да. Впереди твой курс в клубе GetLensFamily. Расскажи, пожалуйста, о чём ты будешь рассказывать на курсе и почему это будет интересно и полезно нашему зрителю. Я поделюсь своим опытом того, как можно гармонично, не знаю, войти в видео. То есть расскажу про свой опыт, о том, как у меня получилось всё-таки начать снимать видео, не забросить это, что я пересмотрела, какие-то свои штуки, подход тоже. И благодаря этому я всё ещё пока снимаю и не съехала с этого дела. Хотя до этого я всё время как бы съезжала обратно. Фотографию был откат. Так что будет урок об этом. Расскажу, на что обратить внимание, как подготовиться, что необходимо, и потом сделаем съёмку и посмотрим уже на всё это. Класс. А мне нравится, что там будет бэкстейдж прямо с настоящей съёмки. Я предвкушаю, честно говоря. Я тоже. Как ты считаешь, вообще вот, коли начали говорить о видео и до этого о соцсетях, какие тренды в новых медиа нас в принципе ждут? Это может быть действительно видео вместо картинок, двигающиеся зарисовки. Вот куда-то всё идёт, на твой взгляд. Сложно всегда очень говорить о каких-то трендах, потому что я не особо их знаю. Меня ведёт какое-то чутьё в этом, наверное. Что говорит твоё чутьё? Ну моё чутьё повело меня в видео. Я не могу говорить глобально. Но вообще, мне кажется, да, есть какой-то всё-таки шифт в сторону двигающейся картинки, потому что мы немножко присытились вообще всем этим изобилием фотографий, увидели, что фотография может быть абсолютно разной и очень интересной, и хочется новых впечатлений. Поэтому здесь видео может прийти на помощь. Я в целом вижу, что многие начинают делать какие-то зарисовки видео интересные, тоже их публиковать, и это интересно. Поэтому да, может быть, видео — это тоже какая-то новая ступень. Хотя был же какой-то небольшой промежуток времени, когда все делали фотки с нейросетью, и прям как-то был какой-то бум, что все говорили, ну всё, это новый какой-то вектор, сейчас мы все туда уйдём. Но вроде как не ушли. Всё равно фотография осталась, и видео осталось, и хорошо. Прекрасно. Ну, как кино не убило театр. Это вечный же пример. Но мне нравится думать, что однажды мы скомпилируем нейросети, фотографию, и, возможно, откроем для себя какие-то новые горизонты, по крайней мере, творчества. Ну, безусловно, я думаю, что есть, и будут люди, которые найдут себя именно с помощью, ну, вот этого языка проявления. И классно. Ты, возможно, знаешь Вову Репина, известного как Ава Репин. Сумасшедшие штуки делает как раз на стыке фото. А, да, мне кажется, я видела. Да. Скажи мне, снимать красиво можно где угодно? Ну, не думаю, что везде, но это зависит, наверное, от какой-то глубины твоего взгляда. Потому что мы иногда с какими-то друзьями, знакомыми идём, вот они проходят, а я останавливаюсь, потому что вижу какой-то угол совершенно невзрачный, но что-то меня там в нём цепляет. И какие-то локации тоже я иногда находила, и мне потом говорили, что, блин, я же тысячу раз проходила мимо этого места, и вообще не думала, что это можно как-то красиво снять там и использовать. Но у меня здесь сработали ограничения, очень много было каких-то ограничений в жизни и, может быть, в голове, да. Я, ну не знаю, как это сказать, не жила в какой-нибудь солнечной Калифорнии или в Нью-Йорке, да, который считается супер живописным для фотографий городом, и мне в целом Питер всегда казался ну не самым интересным местом для съёмок. Ну раньше так казалось, сейчас по-другому кажется. Вот, поэтому я всегда училась искать что-то интересное в простом. Даже если я там снимала какую-то квартиру суперневзрачную, я там снимала какие-то автопортреты и пыталась всё-таки найти какой-то угол, найти какую-то точку, в которой всё это заиграет. И тот же опыт съёмок мусора какого-то и так далее, да, увидеть в этом что-то красивое, интересное, это тоже какой-то навык, который можно наработать. Наверное так, но хочется думать, а может быть и не хочется, что за фотографии мусора не платят. Есть ли те, кто платит за творческую фотографию? В смысле люди, просто клиентские съёмки? Да, но у меня с клиентскими съёмками интересная история. Я как раз недавно начала размышлять об этом и вообще поняла, что у меня как только возникал спрос на клиентские съёмки, то есть люди часто начинали меня просить их поснимать, я задирала ценник, чтобы, ну как бы, отсеять это. То есть у меня был какой-то блок, не знаю, нежелание вообще в клиентскую фотографию влезать, потому что я зарабатывала обучение и занималась творческими съёмками, и как бы мне было окей. Я до конца не понимаю, почему у меня какой-то блок был на клиентские истории, потому что я периодически беру клиентские съёмки, но это, знаешь, нужно вот какое-то внутреннее ощущение, что мы с человеком говорим на одной волне, что человек мне доверяет, он видел мою стилистику, и я могу свободно как бы экспериментировать и делать съёмку. Но пока я не разобралась, почему у меня всю жизнь было какое-то такое отталкивание. Возможно, потому что раньше, потому что я давно пришла в фотографию, клиентские съёмки воспринимались как что-то такое максимально нетворческое, и, знаешь, сидит какая-то установка в голове, что раз это клиентская съёмка, то, значит, какая-то фигня. А я, поскольку в начале пути постоянно убегала от клиентских съёмок, и мне всю жизнь папа говорил, нужно снимать свадьбы, нужно снимать свадьбы фотографами. Я говорю, я не буду снимать свадьбы, не буду. Может быть, это просто какой-то такой паттерн воспроизводится сейчас, но мне интересно пересмотреть это, может быть. Папа тобой гордится? Да. Он мне всё время говорит, что я молодец, что не послушала его и сделала по-своему. Это большое достоинство папы — уметь признать собственную неправоту. Папа молодец. Да. На чём ты зарабатываешь? Ну, ты говоришь обучение. И сразу туда же в догонку второй вопрос. Сколько? Сколько? Не могу сказать, потому что я очень не люблю цифры. Я вчера как раз на съёмке рассказывала модели, что у меня какое-то отторжение к числам, цифрам. У меня вот муж часто какой-то запускается курс, он всё считает. Сколько заработали, сколько потратили там и так далее. Я вообще не могу войти в эту какую-то числовую историю. То есть в каких-то глобальных я масштабах могу посмотреть за год, например. Пожалуйста. Я, поскольку мечтаю всё взять ипотеку, я как раз не дала, она смотрела в банке, что, например, за 21-й год было 14 миллионов. Достойно. Ну, как бы нормально. Но опять же, это был золотой, мне кажется, год, плюс были все иностранные платежи, много иностранных сотрудничеств. Так что это всё было вместе. Потом уже сложно считать, потому что начались какие-то непонятные схемы прихода платежей, и сложно выделить общую сумму. И это всё в основном обучение? Нет. Расскажи. Обучение, да, это может быть какая-то основная часть. Потом часто покупают лицензию на фотографии. О, да ладно. Ну, не то, что каждый день, и не каждый месяц, но бывает. И были прям довольно крупные чеки. То есть когда покупают одну фотографию, это, например, на полмиллиона. Очень хорошо. Редко, но было несколько раз, и это, конечно, очень прикольно. Бывает, покупают за какую-то меньшую стоимость, но тоже это имеет место быть. Плюс были какие-то кампейны, типа съёмки для брендов, и тот же Capture One. Это была коммерция, это был не win-win, да? Да. Ну, то есть они мне сказали, делай, что хочешь, но мы тебе заплатим, естественно. Отлично. Вот, какие-то такие штуки, ну, естественно, съёмки какие-то просто клиентские. Наверное, всё. Хорошо. Очень достойно. Молодчина. Правда, молодец, класс. Я очень радуюсь, когда понимаю, что не изменяя себе, можно отлично зарабатывать. Да, но это тоже нужно было как-то поменять прежде в голове, ну, убрать вот эту какую-то историю, что никогда в жизни я не заработаю в России деньги на том, что мне нравится. Ну, я так думала, и это подтверждалось, потому что я так думала, и это воспроизводилось, скажем так. Потом, я тоже просто помню этот момент, я увидела каких-то зарубежных фотографов, которые, ну, было видно, что они обеспечены, что у них хорошая техника, что они куда-то путешествуют постоянно, что им предлагают съёмки для бренда. Я посмотрела на это и думаю, блин, так бывает во Вселенной? Типа, я же думала, что вот я в России, здесь всё плохо, ничего никогда, никаких возможностей не будет и так далее, но оказалось, что нет, может быть, и по-другому. В моём случае это тоже было очень большое заблуждение. Мне по юношеству фотограф, профессия фотографа оказалась немного маргинальной, что вот мы все тут бомбили, такие. И я чем старше становлюсь, чем больше людей узнаю. Понимаю, что это и про деньги, и про удовольствие от жизни, и фотографы строят дома, занимаются благотворительностью. Обожаю фотографов, фотографы — потрясающие люди. И давай попробуем с тобой представить план какой-то развития фотографа. Вот сейчас у него есть камера, желание снимать, но опыта ещё совсем нет. Чему сначала надо научиться, когда начинать вкладываться в продвижении и как? Ну, в общих чертах. Давай мы с тобой так. Так, первый вопрос. Итак, камера есть, желание научиться снимать? Есть. Как мы выяснили, это лейка или фуджик. Вот. Ничего больше не знает. Как ему следует поступить? Я думаю, что сначала разобраться с техникой, то есть, чтобы никаких вопросов не возникало. Ну, фотошкола. Ну, можно фотошкола. Кто-то, мне кажется, сам может какие-то вот эти базовые, фундаментальные вещи освоить, просто чтобы тебе было комфортно с техникой, ты понимал, как она работает, и как получить картинку нормальную, да, и для последующей обработки, например. Сначала освоиться с техникой, потом с какой-то базой фотографической, фотографической, да, там, композиции какие-то. Ну, самые основные приёмы, там, как свет работает, какие-то такие штуки. Ну, это, наверное, тоже в фотошколах можно и на каких-то курсах получить эти знания. Продвижение. Тоже хороший вопрос. Я бы не начинала, наверное, продвигаться в самом начале пути, потому что, ну, немножко фокус на другом, и нужно наработать какое-то портфолио интересное, которое будет тебя представлять. И нужно сделать, ну, не три съёмки там, да, условно, двадцать, а может быть, тридцать каких-то интересных съёмок. И как только ты начинаешь чувствовать, ну, какой-то отклик, как только ты начинаешь чувствовать, что ты уже как-то более-менее комфортно себя ощущаешь, и у тебя получается какой-то интересный результат, вот тогда надо начать совмещать, мне кажется, продвижение, да, и своё развитие. И не останавливать, ну, например, если ты начинаешь продвижение, то ты расслабляешься, да, и перестаёшь снимать, перестаёшь развиваться, потому что, ну, оно же там продвигается как-то. Вот именно круто это работает вместе. И у меня это, мне кажется, круто стало работать вместе, потому что я начала чаще снимать, как следствие я начала лучше снимать, и это постепенно продвигалось, продвигалось, и как-то, знаешь, обрастало как снежный ком очень естественно. Не ждать каких-то резких взлётов, а просто лучше идти постепенно, да? Да, я всегда за такую постепенность, потому что она даёт, во-первых, тебе какое-то комфортное психическое состояние, да, без всех этих метаний там, что то выбросить камеру в окно, то нет, я гениален, вот. Постепенно и регулярно, наверное, потому что даже по опыту общения со студентами, со своими, кто у меня учился, самая большая проблема — это войти в регулярность, ну, потому что там свои какие-то дела, вдохновения нет, ещё какие-то проблемы, и для многих действительно частота съёмки — это проблема. И я там спрашивала ребят, как часто вы снимаете? Ну, там раз-два в месяц, а этого очень мало, да, и хочется уже и в продвижение вроде как все начинают вкладываться, хочется уже какое-то портфолио, которое бы отличалось, но при этом ты спрашиваешь, а как часто ты снимаешь? И вот здесь кроется какой-то вот момент, на который стоит обратить внимание, мне кажется. Как ты думаешь, почему у тебя получилось? Получилось что? Опять же, я задаю вопросы в довольно широких формулировках, интерпретируй так, как тебе нравится. Вот, а что у тебя получилось, скажи? Ну, что-то фотография получилась у меня. Ну, что-то уж, наверное, вышло, да. Вот так, немножечко. Лямов на 14. Я думаю, что это опять же я повторюсь, и мне кажется, я всё время это повторяю, что я старалась не изменять себе, ну, делать то, что мне нравится, потому что, ну, всё равно были люди, которые, например, говорили, что я обрабатываю ужасно, что так обрабатывать нельзя. А потом раз, пишет Capture One. Ну, то есть здесь тоже момент не предать себя, да. У меня были даже, ну, неприятные истории, когда даже мои какие-то близкие, там, друзья, там, говорили, что я занимаюсь ерундой, да, чем-то несерьёзным. И всё это важно как-то, ну, внутри себя преодолеть и расставить приоритеты, что тебе важнее. И всё это вместе начинает работать. И здесь же тоже ещё такой важный нюанс, он опять же связан с той же частотой съёмки. Когда ты будешь снимать часто, и когда ты будешь вообще часто заниматься чем-либо? Когда тебе это будет нравиться? То есть ты должен найти что-то в фотографии, что тебе хотелось бы делать? А не как бывает, ну, блин, там нужно на съёмку вроде пойти, давно не снимал. А нужно найти что-то, что тебе захочется снимать. И это могут быть самые неожиданные какие-то разнообразные вещи. И когда тебе это захочется, ты начнёшь делать это чаще, и это, знаешь, как бы всё вместе начнёт вот так вот работать на тебя. Поэтому если нет интереса, если нет интереса там, где нет того, что тебе нравится, то и часто снимать сложно будет начать, да, и будут какие-то сомнения. А когда ты держишься за то, что тебя штырят, скажем так, тогда это работает. Мне нравится, что вот общий лейтмотив всего этого подкаста очень простой. Делай, что нравится, и снимай чаще. Да? И это классно. Мне кажется, это вообще главная, фундаментальная какая-то формула, результата какого-то. А сегодня вечером сюда придёт Игорь Цаплин и скажет, скорее всего, ровно наоборот, что рви жопу и носила себя, что-нибудь такое. Ну да, это многообразие мира, всё имеет место быть и так далее. Это же круто. В смысле, это же классно, что мир разный. Ну конечно, да. Просто у одного человека такая-то концепция не сработает, а у другого сработает. И поэтому мы в целом, мне кажется, находим каких-то людей с каким-то близким восприятием и в учителя, и просто даже в люди, ну в контексте тех, за кем мы следим в той же фотографии, мы не только следим за фотографиями, но и за каким-то ходом мыслей, подходом. Пожалуй, что так. Скажи, о чём ты мечтаешь? Ну вот не обязательно в плане творчества. Вообще. Я мечтаю прийти к какому-то состоянию тотального расслабления и удовольствия от процесса. Вот когда всё будет, знаешь, не в напряг. Потому что всё равно есть какие-то вещи, которые ты делаешь через напряжение, через надо, даже в том, что ты любишь. И мне почему-то видится, что в идеальной картине мира ты можешь достичь какого-то состояния, какой-то точки, может быть, внутреннего состояния, когда ты на своём месте, ты делаешь то, что тебе нравится, и всё вокруг как бы самоорганизовывается в твою пользу. Потому что ты нашёл вот это место, и ты на нём, скажем так. Я бы очень хотела, чтобы это в какой-то момент реализовалось, и я буду стараться к этому стремиться. Прекрасно. Я надеюсь, у тебя получится. Я тоже. Очень хочется. И, собственно, мне кажется, мы как раз пришли к вопросу о том, что представь себя в 60 лет. Какая ты и чем ты занимаешься? Судя по всему, ты нашла своё место, испытываешь гармонию. Да, я расслаблена. У меня есть обязательно какой-то сад с цветами. Вот эта картинка, она стоит очень прочно. В 60 хочется, мне кажется, когда тебе в 60 уже тотальнейшим образом расслабиться. Я бы снимала, наверное, натюрморты с цветами, и всё. Я благодарю тебя. Ты ведёшь меня же по моим же вопросам. Расскажи мне, как твои прекрасные натюрморты с цветами сняты технически? Они сняты в основном у меня дома на комоде. На фоне белой стены. Вообще тоже немножко случайно я к ним пришла. Просто дома оказался какой-то цветок, были лампы. И я вспомнила, что в университете мы часто снимали натюрморт, и это была такая композиционная практика. Ну, потому что натюрморт, в отличие от портрета, статичен, он никуда не убежит, он в нужном состоянии пребывает, и ты можешь тренироваться, там ставить свет, как-то формировать кадр. И мне всегда это было интересно, ну, в плане подвигать какие-то вещи, поискать какие-то сочетания. И я начала, на самом деле, так, мне кажется, учиться работе со светом в целом. Использовать какие-то лампочки, использовать какие-то подручные вообще средства. И мне просто нравились цветы, и я начала это делать. Это, опять же, знаешь, история про то, что не было какого-то в голове плана, что, ну, вот нужно начать снимать цветы, потому что это может стать трендом, или это вообще будет как-то прикольно. А просто я дома решила поделать то, что мне нравится, и это вылилось в какое-то направление в моём творчестве. И мне кажется, очень классно это получилось. И, опять же, это шло из интересов. Я в каком-то из выступлений, по-моему, как раз приводила пример, что я когда, ну, искала, в чём себя ещё развить фотографии, я написала список своих интересов, что мне интересно. И там был пункт цветы, и в какой-то день, вот когда мне нечем было заняться, я посмотрела туда, думаю, о, цветы, поснимаю цветы. И там следующий слайд был, что Lightroom купил у меня фотографию с цветами, ну, то есть, такое типа, куда приводят мечты, ну, не мечты, а интересы. Технически всё, мне кажется, очень просто. Я беру штатив, снимаю обычно на закрытой диафрагме, расставляю композицию с цветов какую-то. Сначала я начинала с одного цветка, потом всё это дело усложнило, и то же самое со светом. постепенно начала всё это усложнять, и для меня это какое-то вот расслабление. А ты ещё сжимаешь стеклом запотевшим как-то? Ну, у меня были съёмки на зеркале, и там что-то я... А это было зеркало? Да, какую-то воду я там брызгала и так далее. Ну, вот, да, то, что ты находишь подручное дома, то и используешь. Интересно звучит. Люблю снимать цветы. Да, я очень люблю. После твоего научения. Скажи, если бы ты могла вернуть вот лет, наверное, на 10 назад прошлое, что бы ты себе сказала? Снимай чаще. Снимай чаще. Вот это как раз про то, что я говорила, что очень многие моменты я не сняла, и слишком часто ждала вдохновения. Ну, и думала о том, что... всё строится на том, что вот у тебя приходит какой-то порыв внутренний. Снимай чаще, но как это при этом пересекается с максимой, что делать надо в удовольствие? Всё-таки, возможно, тебе надо слегка заставить себя. Это же толчок такой. Ну, у меня это было про то, что я себе не разрешала снимать в достаточной степени, именно потому что у меня в голове была установка, что если снимаешь что-то, то кадр должен быть, ну, условно, шедевром. То есть сразу портфолийный такой. Да, то есть был перегиб немножко в другую сторону. Мне казалось, что вот эти какие-то пустые, казалось бы, бессмысленные кадры, они не нужны, и нужно только фигачить в портфолио. Это, наоборот, меня очень сильно сдерживало, очень сильно меня ограничивало и не давало получить удовольствие от процесса, потому что сложно наслаждаться фотографией, когда ты каждый день пытаешься снять шедевр. Ну, это изматывает. Ты находишься в постоянном напряжении, в постоянном поиске. Когда же ты разрешаешь себе снять какую-то фигню, ты как будто, наоборот, сбрасываешь вот это напряжение с тела, с напряжения вот этого вечного поиска. Ну, снял и снял, и классно, и всё. И ты не создаёшь каких-то вот этих мысленных переживаний по поводу того, что, блин, я не снял что-то в портфолио сегодня. То есть это, мне кажется, вот эта практика регулярности, она, наоборот, убирает напряжение. И за счёт этого ты как раз начинаешь получать удовольствие. И опять же ещё есть такой момент, что когда я снимала исключительно редко и по вдохновению, у меня был вот этот недостаток какого-то удовольствия от процесса. Ну, потому что когда ты снимаешь раз в месяц или раз в два месяца, то фотографий в твоей жизни мало. И ты объективно как бы на уровне ощущений начинаешь по этому скучать, просто по звуку затвора, да, чтобы просто что-то пофотографировать. Но ты себе не разрешаешь, потому что нет, я жду момента, когда будет идеальная съёмка и так далее. А когда ты вдруг впускаешь фотографию в свою жизнь на повседневной основе, то я на самом деле получаю одинаковое удовольствие и от творческих съёмок, и от того, что я просто вышла в центр города, пофоткала какой-то стрит или кружку кофе. И вот для меня это одинаковое удовольствие, и это круто. И получается, что у меня таких дней, когда я чувствую какую-то радость от фотографий, стало больше. Обязательно ли нужно быть искренним с собой, и всегда прислушиваться? Или всё-таки иногда творчество — это тоже бывает конвейер? Ну, когда-то конвейер. И бывают моменты, когда ты идёшь по каким-то своим стандартным приёмам в съёмках. Не всегда это плохо, да, потому что один и тот же приём ты можешь взять как за основу, да, и что-то новое туда добавить, переосмыслить его или, например, сделать, реализовать эту идею как-то лучше. А можешь как бы в этом застрять. Поэтому здесь, опять же, история про две полярности, в которые можно провалиться. Наверное, что так. Ты знаешь, вроде как я задаю вопросы тебе, а огромное количество за время записи этого подкаста их накапливается во мне. И, вероятно, мне на многие вопросы предстоит ответить самому себе сегодня, завтра или в течение жизни. Классно, мне кажется, когда, ну, ты как-то начинаешь это через себя фильтровать. А это нельзя. Ну да. Скажи мне, вот грядёт твой курс в GetLinesFamily, который мы уже пишем совсем скоро. Ты будешь рассказывать про видеосъёмку. Поделись каким-нибудь классным и, может быть, простым художественным приёмом, который может сделать видео красивее, интереснее, ярче. Как тебе угодно. Я думаю, что, наверное, такой очень простой и очень эффектный приём это снимать видео на длинную выдержку. Тоже такой, получается, эффект Карвая, Чункингского экспресса, когда получается такой смаз изображения. Можно выбрать выдержку, не знаю, 1.15, например, и попробовать что-то поснимать, и будет прикольно. Особенно если там есть какие-то источники света точечные, это тоже может создавать какой-то интересный рисунок. Класс. И я думаю, что мы завтра попробуем снять такое. Да, я думаю, да. Здорово. И мой последний вопрос к тебе. Нет ли у тебя опасения, что если ты в какой-то момент остановишься, перестанешь развиваться и расти, то тебя забудут? Для тебя вообще важно быть незабытой? Ну, конечно, опять же, потому что я не живу в каком-то вакууме, мне очень важно вот это взаимодействие, какая-то отдача, да, даже те же тексты, что я пишу на канале, мне важна какая-то обратная связь. Или когда я выкладываю новую съёмку, мне всегда интересно там, что кому понравилось, да. Поэтому, конечно, это важно, но вот этот вопрос про боюсь ли я остановиться и что меня все забудут, он такой глобальный, может быть, фундаментальный сейчас-сейчас, потому что я в целом считаю, что мне нужно как-то остановиться, ну, в плане перестать жить какой-то ощущением, что нужно зачем-то гнаться, да, какими-то достижениями и так далее, и вообще расслабиться. Ну, вот это опять же про этот же баланс, да, какой-то поиск между гонкой и тотальным расслаблением. И не знаю, это какая-то сложная на самом деле для меня история. Я не могу на 100% ответить на вопрос, боюсь ли я этого. В какой-то степени да, наверное, потому что всё-таки, когда у тебя есть какой-то диалог с аудиторией, это тебя в том числе мотивирует что-то делать дальше, продолжать этот диалог, и если он остановится, то возникает вопрос, а зачем тогда, да, продолжать что-то делать. Но опять же не всегда вот эта остановка, как бы, да, означает какое-то поражение и означает, что там тебя забудут. Сложный какой-то, мне кажется, такой философский, наверное, немного момент. Я просто, мне кажется, буду стараться делать то, что мне нравится, и если это будет находить какой-то отклик у людей, то это круто. Значит, я буду на своём месте, и так и должно быть. Я и наши зрители, наверное, мы можем только пожелать тебе удачи. Ты большая молодец. Спасибо. Спасибо, что пришла. Это я очень рад этой беседе. Я тоже, взаимно. До встречи на курсе. Спасибо, друзья. Пока. Пока. Пока.